В эти выходные на стадионе «Химик» в шестой раз прошел межнациональный футбольный турнир «Мяч Добра». Участие в соревнованиях приняли шесть коллективов, в том числе сборная мира. За ходом игры наблюдал наш корреспондент Дмитрий Мелешкин. Иностранная речь на этом футбольном матче – дело привычное. Несмотря на то, что подавляющее большинство его участников в России уже очень давно, и по-русски говорит «свободно», во время схватки изъясняются на родном наречии. На межнациональном открытом турнире по футболу «Мяч Добра» это в порядке вещей. В этот раз на турнир заявилось шесть команд представителей различных диаспор – армяне, узбеки, таджики, осетины и команда мира, собранная из иностранных студентов медуниверситета. Национальности каждой стране имеют свою специфику. Есть более техничные команды, есть более выносливые. У каждой команды, да, и каждая сборная, скажем так, она имеет свою тактику. То есть, да, здесь явно видно, что отличается футбол. Лучшими по выносливости считаются таджики и узбеки. Армяне же сочетают выносливость и техничность, поэтому их сборная – фаворит турнира. За шесть лет существования «Мяча Добра» команды существенно преобразились. Если в первый раз на поле вышли, что называется, от сахи, в разной форме и без навыков, то теперь подавляющее большинство игроков – настоящие играющие футболисты из разных клубов Рязани и ближнего зарубежья. Турнир уже не первый год проходит, поэтому уже престиж, скажем, этого турнира. И команда уже как бы в течение года к этому турниру начинает формировать состав. То есть, как бы, чтобы достойно выступать. Если там первый-вторый год как-то это было, то сейчас это уже дело престижа между общинами. Мяч Добра – кубок переходящий. В прошлом году его сохранила за собой команда азербайджанской диаспоры. Но в этот раз они свои сборные не выставили, и победителями турнира стала команда «Арарат». Серебро у команды Узбекистана, а бронза досталась команде мира. Дмитрий Милешкин, Александр Бредихин, Вестерезень.